В эфире БукТВ «Итоги недели». Я, Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. В центре пристального внимания город Брест. На текущей неделе прошло выездное заседание Президиума областного совета депутатов. Реформация городских артерий в действии. На западном обходе сегодня работы сосредоточены в его сердце на кольцевой эстакаде. Общий объем выполненных работ составляет порядка 60%. Растительное масло, шрот и лицетин. Переработка более 180 тысяч тонн масличных культур. География поставок от Европы до Китая. Реальный пример современной модернизации успешного предприятия, общества с ограниченной ответственностью, агропродукт. В приоритете у которого обращение к исконно своему, природному, натуральному. Когда можно протянуть не руку, а лапу помощи. В Бресте в скором времени будет реализован новый проект по реабилитации людей с ограниченными возможностями при помощи четверолапых друзей. И прямо сейчас об этом и не только. В одном из выпусков новостей на текущей неделе мы уже рассказывали о важном мероприятии – выездном заседании Президиума областного совета депутатов. Сегодня тема будет продолжена. В центре внимания народных избранников оказались два вопроса. Повышение туристического потенциала областного центра Брещена, а также ход реализации проекта «Брест-2019». Депутаты посетили ряд значимых объектов, реконструируемых, строящихся и уже введенных в эксплуатацию, а также провели пленарное заседание. Подробности в первом материале выпуска. Строящийся автовокзал и западный обход, очистные сооружения водоканала и музей железнодорожной техники, ясли, сад номер 7 и станция скорой медицинской помощи. Список объектов, которые посетили в рамках выездного заседания народные избранники, широко охватывает не одну сферу. Сегодня строительные, монтажные, реставрационные и прочие работы по усовершенствованию областного центра проводятся повсеместно. В проекте по подготовке к тысячелетию без малого 30 крупных объектов. Ход работ на них и оценили депутаты. У нас приближается тысячелетие города Бреста, и мы сегодня на президиуме еще раз решили посмотреть, а что сделано в преддверии этого тысячелетия и что сделано для развития туристического потенциала области. И мы убеждаемся, что динамика здесь очень-очень положительна. В числе объектов тысячелетия ясли сад номер 7. Открытие учреждения дошкольного образования состоится уже на следующей неделе. Сегодня здесь проходит последнее приготовление перед важным днем. Наш детский сад непростой, он очень большой и единственный пока в Брестской области, который рассчитан на 19 групп дошкольников. Он непростающий тем, что у нас непростые детки. У нас из 19 групп 4 спецгруппы. Это группы, которые будут работать по программе, специальной программе на уровне дошкольного образования. То есть это дети с особенностями психофизического развития, дети с тяжелыми нарушениями речи, а также дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Поэтому, если вы успели заметить, наш детский сад оборудован всей необходимой безбарьерной средой. Повышение туристической привлекательности областного центра – еще одна важная тема. Город над Бугом рад гостям всегда, но в год тысячелетия особенно. Свой вклад в комфортное размещение приезжающих должна внести и гостиница известной мировой сети. Работы по ее возведению стартовали полтора года назад. Ближе к концу текущего здесь, вероятнее всего, будут принимать первых постояльцев. К слову, за семь месяцев 2018-го город над Бугом уже посетили более 50 тысяч человек. Из них порядка 9,5 тысяч в рамках действующего без виза. Постоянные туристы, которые едут в город Брест из стран СНГ, этот процент так и сохранился. Но с введением без виза именно количество туристов возросло у нас в Западной Европе. И именно вот эти 10 тысяч, которые к нам приедут уже к началу сентября, это именно та большая разница, которая на данный момент присутствует в количестве туристов, которые приехали в город Брест. В основном это туристы у нас из Польши. Также большим интересом у нас пользуется наш город именно у туристов из Литвы и Латвии. Разговор о миллениуме Бреста, а также туристическом потенциале был продолжен в рамках пленарного заседания. Выступающие детально ознакомили депутатов с ходом реализации проекта «Брест-2019» – от строительства до культурной программы. Из большого списка объектов подготовки в строй уже введено семь. До конца года эта цифра претерпит существенные изменения. Во втором полугодии, при наличии достаточного объема финансирования, который в принципе подтверждается, мы планируем завершить реконструкцию здания детского сада по улице Калинина, этот хоспис, пристройка к приемному отделению учреждения здравоохранения Брест, городская больница скорой медицинской помощи, детский сад, на котором мы были, футбольный маниш в городе Бресте, модернизация Варшавского шоссея в районе перекрестка бульвара Шевченко и Махномича, реконструкция троллейбусного депо по улице Янки-Купала, строительство автозаправочной станции в рамках западного обхода, строительство причалов речного порта в деревне Янна. И, в первую очередь, реконструкция кубрицкого путепровода, через который мы все проезжали. Это вот та часть, если стоять спиной городу, с левой стороны. В 2019 году город прирастет еще 13 важными объектами. Все они уже сегодня находятся в процессе реализации. Модернизация областного центра Брещина идет в полном соответствии с установленными сроками. Мелочей при подготовке к круглой и красивой дате нет. Повышенное внимание к деталям сегодня – залог успешности всего юбилейного года. Анастасия Стропко, Павел Малошонок, Антон Луковкин. Специально для итоговой программы. Следующий материал нашего выпуска продолжит начатую Анастасией Стропко тему. Развитие транспортной инфраструктуры стало для практически тысячелетнего Бреста центральной идеей всего плана подготовки к миллениуму. Как сделать перемещение по городу безопасным и комфортным? Ответ на этот вопрос дают строители. Важно создать такую сеть дорожных коммуникаций, которая бы разгрузила имеющиеся транспортные потоки, при этом не повлияла на время нахождения водителя в пути. Например, модернизация Кобринского путепровода должна качественно сказаться на пропускной способности для автотранспорта, перемещающегося из центральной части города в восточную. В центре внимания сегодня западный обход, где строители активно трудятся на возведении кольцевой развязки. При этом во внимание не только крупные городские артерии, но и небольшие, расположенные в частном секторе. Анастасия Натрин-Плотницкая о планах и перспективах дорожного строительства. Улица Центральная – настоящая боль для местных жителей вот уже не одно десятилетие. О том, что когда-то здесь будет качественное асфальтобетонное покрытие, местные жители могли только мечтать. Очень много машин здесь проезжает, очень много народа, особенно когда поставили сейчас новый район, все люди ходят на остановку, в магазины, все ходят именно через нашу улицу. Как бы это очень хорошо, что наконец-то мы этого дождались. Сейчас выросли дети, вообще просто никак без этого, без этого ремонта. Спасибо большое. Причем так быстро, столько этого ждали, и так быстро это все случилось. Мы очень рады. Уже сегодня центральное место боевых в прямом смысле этого слова – действий. Вместо старой гравейки уже совсем скоро здесь появится плотное асфальтобетонное полотно. Работы здесь идут довольно активно, как, впрочем, и на других участках города. Где-то уже неделю мы готовим этот участок. Соответственно, надо было сначала поднять смотровые колодцы, люки смотровых колодцев, ковера, подключение водопровода к жилым домам на отметку, чтобы не заасфальтировать. Берутся в основном самые напряженные артерии города, где в основном транспортный поток самый максимальный. Если говорить о реформации больших городских артерий, то отдельным блоком стоит выделить западный обход. Работы сейчас сосредоточены в его сердце, на кольцевой эстакаде. Конструкция непростая, однако строители обещают с ней справиться в довольно сжатые сроки. Кольцевая эстакада – это, скажем так, основное сердце объекта. Значит, на сегодняшний день у нас выполнен первый этап 100%. И в это воскресенье мы переключили движение, изменили движение по улице лейтенанта Рябцева и приступили ко второму этапу. Это перекресток улицы Поплавского и Дворникова. И третий этап – это улица лейтенанта Рябцева, участок от улицы Аэродромной до самого Кольца. Уже сегодня общий объем выполненных работ на западном обходе составляет порядка 60%. Деятельность разделена на несколько участков. Конечно же, над переездами, связывающими районы Дубровка и Речица с центром, а также по улицам Героев обороны Брестской крепости и Зубачева. Участок от нефтебазы, это по улице Зубачева до Кольца, это ось 1,39. Опоры у нас завершены 100%. Балки пролетного строения смонтированы до 30-й опоры. И в осях 1,12 мы приступили уже к устройству самого мостового полотна. Западный обход – одна из самых знаковых строек для Бреста за последние два года. Здесь трудится более 300 рабочих. Проходить первые сотни метров по новому объекту приятно и почетно. Здесь наверху действительно захватывает дух. Все потому, что впечатляет масштаб нового объекта, который, по мнению экспертов, позволит разгрузить городское сообщение. Как только будет собран скелет, каркас, путепровода, строители приступят к работам над мостовым полотном, установке гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия. Анастасия Ноздринплотницкая, Андрей Щербантун-Луговкин. Специально для итоговой программы. Миллениум Бреста. Сегодня эта тема у всех на устах. От руководителей области и города, строителей, работников культуры до самих брещан. Но мыслить лишь категориями праздника, пусть он и будет очень большим, грандиозным, нельзя. Председатель Брестского грузполкома Александр Рогачук неизменно подчеркивает, жизнь продолжится и после тысячелетия. Сделать ее комфортной для людей – задача важнейшая. Об этом нужно думать уже сейчас. Следующий материал выпуска о проекте детального плана исторической части города над Богом, включая мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». На этой неделе его представили общественности. Он разработан специалистами предприятия «БелНИП Градостроительство». Главная идея и цель проекта – создание единого общего пространства городского центра с разнообразием функциональных значений. Что предполагает концепция? Послушаем Анастасию Стропко. Проект детального плана исторической части города над Богом представили накануне широкой общественности. На его подготовку у специалистов «БелНИП Градостроительство» ушло порядка полутора лет. Заказчиком выступил городской исполнительный комитет. «Брест» меняет свой облик и очень важно, чтобы этот процесс был хорошо отрегулирован. Единая концепция, подходы, одним словом, общий план и должен появиться уже в ближайшем будущем у исторической части города. Открывая мероприятие, председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук отметил, что разработан проект был не на пустом месте. Его основу легли многие существующие наработки, в их числе, к примеру, концепция «Брест-2019». Мы удовлетворим решение по согласованию руководства области обратиться в специализированное учреждение, научное учреждение «БелНИП Градостроительство», в котором работают настоящие профессионалы. Это специализированный наш институт в Радиминске, который, естественно, обязан степенировать все уже ранее имеющиеся наработки. И в проект распоряжения главного государства по тысячелетию, пунктам 33-го, мы внесли такое задание, санисимное задание, значит, разработать план детальной планировки, часть исторической части города, степенкомпании, собственно, сама крепость, эспланада и историческая часть города. Именно эти три зоны, Брестскую крепость, эспланаду, исторический центр и необходимо объединить в одно общегородское ядро. Центр станет многофункциональным, и он станет намного больше. Значит, если у нас сейчас понятие «центр» ассоциируется, ну, например, у приезжих с улицей Советской, то в наш проект закладывается такая идея, что центр – это рассматривается как ядро города, включая и историческую часть, Кобринский форштадт, и Брестскую крепость, и территорию эспланады. Там предусматривается целый комплекс работ по активному включению территории Брестской крепости. Это основная идея в многофункциональный центр города. Площадь территории – более семисотен гектаров. Детальный план призван определить здесь градостроительную политику, отрегулировать инвестиционные процессы, помочь сохранить и эффективно использовать историко-культурные ценности. Какие задачи ставились перед разработчиками? Ну, в первую очередь, это градостроительная политика до 30-го, до 35-го года центральной части города. Это уточнение регламентов застройки, что строить, где можно уплотнять, где нельзя, какой этажности, какие пешеходные улицы появятся, общественные зоны какие появятся, что будет с крепостью, в каком русле пойдет развитие вот этой территории. Территория Эспланада – это территория между городом и крепостью, которая долгое время не застраивалась, какая перспектива ее развития. Среди многочисленных планируемых решений развития пешеходных и велосипедных зон, город над Бугом и сегодня может похвастаться самой длинной и первой в стране пешеходной улицей Советской. Но время идет и все меняется. Если представленный детальный план будет утвержден, то у преобразования ждут и Брестский Арбат. Появятся и новые участки для неспешных пеших прогулок. Появится, конечно, много пешеходных связей, они расширяются. Более того, появляется у нас кольцевая пешеходная связь, в структуру которой будет включена и улица Советская, и набережная. Велосипедные трассы тоже появляются. К слову, если по каким-либо причинам у вас не получилось присутствовать на презентации, то ознакомиться с детальным планом исторической части города Бреста можно на официальном сайте горысполкома и в инфоцентре по адресу город Брест, улица Энгельса, Трим. Мы открыты для диалога и, в общем-то, это было в самом начале, даже до начала проектирования. Мы проводили встречи с жителями и попытались на стадии формирования задания на проектирование уже дать некий посыл не только от городской власти, а от жителей. Что жителям города хотелось бы видеть в Бресте, в центральной части, в перспективе. Какие приоритеты расставить. Свои предложения и замечания в письменном виде можно присылать, используя и обычную, и электронную почту. Все письма будут направлены разработчикам проекта. Итоги большой работы подведут на областном архитектурно-градостроительном совете через месяц. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Регулярная модернизация – залог успешности и конкурентоспособности на экономическом рынке. В этом уверены администрация и сотрудники предприятия «Агропродукт». За свою относительно небольшую историю существования компания не только успела выйти на производственную площадку как лидер масложировой отрасли, но и как серьезный экспортер. Сегодня география поставок от стран Европейского Союза до Китая. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала на предприятии и узнала, из каких слагаемых складывается успех в 21 веке. 21 век подарил человечеству большое количество уникальных технологий. Активно развивается IT-индустрия, робототехника, появляются промышленные новинки. Но несмотря на это, сегодня все чаще звучит тема аутентичности, обращения к исконно своему, природному, натуральному. Именно в этом направлении сегодня работают предприятия с большими производственными традициями, общество с ограниченной ответственностью, агропродукт. За практически 15-летнюю историю своего существования компания сумела завоевать свое место на рынке и уже имеет постоянных покупателей за рубежом. С начала момента образования до сегодняшнего дня, конечно, предприятие коренным образом изменилось, преобразилось. На сегодняшний день это полностью автоматизированное, современное предприятие, где, если не на 100, то на 95-97% исключен человеческий фактор. Все контролирует только техника. То есть, если выразиться с сегодняшним языком, на сегодняшний день, это абсолютно современное, классное предприятие. Основным направлением деятельности агропродукта является переработка масочных культур и производство растительных масел и широта. Высокотехнологичное оборудование предприятия позволяет выполнять все работы быстро и качественно. К слову о последнем, требования как к сырью, так и к готовому товару на агропродукте довольно высоки. 24 часа в сутки все пробы проходят детальные исследования в производственной лаборатории. На протяжении всего технологического процесса контролируются все промежуточные продукты и готовая продукция. Потом на готовую продукцию выписывается качественное удостоверение, все проверяется согласно производственного контроля. Конечно, время внесло свои коррективы в производственный процесс предприятия. Он стал механизированным и централизованным. Управление крупными агрегатами сегодня происходит на агропродукте в несколько кликов мышью. Современное производство требует большого количества людей. С операцией можно увидеть весь процесс, все показатели, следи за температурой. И то же самое, как с фашлотом и парю, тоже надо, чтобы они свои температуры. Технологический процесс должен соблюдаться. Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать более 180 тысяч тонн семян различных культур в год и при этом получать на выходе растительное масло, шрот и даже лицетин – вещество, которое участвует во всех энергетических и обменных реакциях в организме человека. Продуктовое разнообразие порождает и большой спрос. География поставок – от Европы до Китая. На сегодняшний день основные покупатели наших растительного масла – это страны Европейского Союза. Что касается реализации шротов, как рапсово, так и соево, они реализуются как и здесь, на внутреннем рынке, так и за пределами. Главным образом России. Совершена первая сделка. Мы надеемся, что эта первая сделка перерастет что-то такое систематическое, регулярное. По налаживанию торговли с Китаем. Первые 2500 тонн масла, рапсово масло нашего белорусского, отправлено в Китай. 21-й век – век постоянных преобразований. Администрация «Агропродукты» активно внедряет новые технологии и расширяет площади. Совсем скоро здесь введут в эксплуатацию четыре новых автоматизированных хранилища для рапса на 4000 тонн каждая. Мы ежегодно проводим такую модернизацию, и в этот год не исключение 2018-й. Идет, скажем так, глубокая модернизация непосредственно нашего цеха, где мы перерабатываем это все сырье. И параллельно в этом году мы решили увеличить наши склады для хранения сырья, сделать их современными автоматизерами. И в ближайшие недели, ну, может быть, дней 10, эта работа у нас будет практически завершена. То есть в первой половине сентябра мы завершим эту всю работу. За годы существования «Агропродукт» стал символом оберовщины, своего рода градообразующим предприятием. Штат в более чем 150 человек сформирован из местных специалистов, знающих свое дело, работающих на результат. Трудолюбивые сотрудники, качественный продукт и грамотная политика с дальновидной перспективой. Те три кита, на которых строится успешность «Агропродукта» с любовью и теплом к людям. Когда можно протянуть не руку, а лапу помощи. В скором времени в Бресте будет реализован новый проект по реабилитации людей с ограниченными возможностями при помощи собак. Канистотерапия – это особый метод лечения и реабилитации, где в роли доктора выступает четверолапый друг. Новый проект «Международная техническая помощь» реализуется в рамках программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства «Беларусь-Украина» и финансируется Европейским союзом. Инициаторы проекта – Брестский союз предпринимателей «Содействие» и коммунальное предприятие «Ласка» из города Луцка. К слову, в Беларуси уже были предприняты попытки развить данный вид лечения. Первым городом стал Минск, и вот эстафету принял Брест. Берн – будущий собакотерапевт. На приеме у этого доктора страшно и больно точно не будет. Немецкая овчарка дружелюбно виляет хвостом, с желанием выполняет все команды, даже умеет играть в ладушки. Секрет успеха четырелапого доктора в его искренности. У него есть рабочие дипломы по послушанию, БХ – это европейский норматив по послушанию. Поэтому будем потихонечку работать. Терапевт и семейная собака, я бы сказала, что больше не подходят. Потому что если собака живет в семье, это семейная собака, собакотерапевт, он должен приходить к ребенку и в то же время уходить. Если он будет находиться рядом, это уже не будет лечения. Мало быть доброй и приветливой собакой, как и другие претенденты на заветную должность, Берна еще ожидает масса экзаменов. Есть определенные требования, и этих требований очень много. Она должна абсолютно не реагировать на толпу, например. То есть она должна любому постороннему человеку дать к себе прикоснуться и при этом никаким образом не отреагировать. И таких требований там целый экзамен она должна пройти для того, чтобы стать собакой-терапевтом. И из 30 собак может быть одна только способна на такие действия. Если вы не верите в таких врачей, вы ошибаетесь, считают участники большой пресс-конференции, состоявшейся в рамках реализации белорусско-украинского проекта. Его цель – задействовать все заинтересованные стороны – волонтеров, кинологов, представителей общественных организаций и, конечно, животных. Собака является стимулом, она является коллегой, она является тем, кто поддержит любой ситуации. И именно благодаря вот такому эффекту достигается, как бы намного легче происходит реабилитационный процесс, намного заинтересованнее дети в учебе. Все зависит именно от того, чтобы показать специалистам, как можно использовать собаку в их работе, в их занятиях. Потому что собака, она не делает чего-то, но в то же время в присутствии собаки чудеса происходят в людях. Начнут свою работу собаки-терапевты на базе Брестского областного центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус». Это единственное в нашей стране учреждение, где занимаются самой ранней реабилитацией детей. Ежегодно «Тонус» посещает более полутора тысяч юных пациентов не только из Белоруссии, но и других уголков мира – России, Украины, стран Прибалтики. Планируем уже до конца этого года проводить занятия. Будем опробовать это все, потому что это только начало. Мы должны организовать, как правильно это организовать, как правильно показания, противопоказания определить для этого. У меня уже есть два подготовленных специалиста, которые в рамках проекта «Трансграничного сотрудничества» были подготовлены. Собаки будут не на нашей базе находиться. Собаки будут волонтерские. То есть люди будут приводить своих собак, и вот с этими собаками будут наши дети работать. Впереди поиск и подбор кинологов, терапевтов, психологов и волонтеров, обучение отобранных специалистов. Интересную инициативу уже поддержали местные органы власти, и волонтеры, и четверолапые друзья. Дело осталось за пациентами. Строительство жилья, различные социальные льготы, адресная помощь. Семьям, которые воспитывают трех и более детей, уделяется большое внимание со стороны государства. Да, отношение к современной многодетной ячейки общества сегодня неоднозначное. Одни считают, что родители решились на пополнение семьи только ради определенной выгоды. Другие уверены, большая семья – это самое большое счастье на свете. Так или иначе, поддержка материнства и детства, а также обеспечение достойного уровня жизни – одни из ключевых государственных приоритетов, равно как и укрепление демографической ситуации. Ежегодно в преддверии нового учебного сезона многодетным семьям предоставляется единовременная материальная помощь. Мы постарались разобраться, насколько помогает эта помощь родителям, побывав в гостях у многодетной семьи Рункевич. Для многодетной семьи Рункевич подготовка к первому сентября – ритуал особенный. Из четырех дочерей нужно собрать и одеть сразу двух. Взрослая София собирается в седьмой класс, а ее младшая девятилетняя сестричка составляет школьный гардероб, чтобы пойти в четвертый. Собрать юных модниц в школу, согласитесь, задача не из легких. В материальном плане у четырункевичей на этот счет свои мысли. Выработана своеобразная тактика подготовки к школе. Подсчитано, сколько тетрадей и других важных атрибутов необходимо приобрести. Некоторые школьные канцелярские принадлежности уже эффектно красуются на столе. Сто тетрадей, наборы фломастеров, книги. Я человек экономный, и я стараюсь не растрынкивать вот это вот все, что, допустим, вот они в течение года мы покупали в прошлом году. Фломастеры какие-то хорошие остались, карандаши хорошие. Мы всегда покупаем хорошее, чтобы оно было, когда оно качественное, оно все равно дольше хранится. Ежегодно в преддверии Дня знаний всем многодетным семьям представляется единовременная материальная помощь к новому учебному сезону. Мама Алла Рункевич признается, сумма, конечно, небоснословная, но выделенных средств вполне хватает, чтобы приобрести, к примеру, новенькие, самые трендовые модели портфелей. Кроме того, подготовиться к школе помогают и в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района, и на рабочем месте мужа. Естественно, государство не может выделить каждой семье в равных долях огромные суммы. Но вот эти деньги, которые были выделены и выделяются вот уже несколько лет, они на протяжении нескольких лет, они, в принципе, приносят свой вклад в семью. Я ощущаю поддержку государства, я очень ее ощущаю. Я не работая, я все равно чувствую, что меня поддерживает тот же территориальный центр. Не обязательно ты должен там действительно вот на работе получать какие-то премии, пособия и что-то. Вот мне доставляет удовольствие даже другим людям помогать. Потому что я тоже вот собираю вещи и предлагаю кому-то, чтобы вот обменяться. Но это нормально, я не вижу в этом ничего постыдного. Ведь жизнь, она одна, ее прожить надо не ради вещей, не ради какой-то там наживы. В этой большой семье четыре дочери. Если говорить откровенно и честно, формула счастливой жизни в том, что здесь привыкли помогать друг другу и делиться всем удачами и неприятностями, радостью, куском вкусного пирога и даже тем немногим, что у них есть. Карандашами, платьями и любимой куклой. Мама всегда говорит, что мы кровные сестры, и мы всегда должны делиться друг с другом, ни во что бы то ни стало. Всегда. Виктория Саченко, Павел Малошон и Кантон Луговкин. Итоги недели. Это были итоги недели на БУК ТВ. Смотрите нас и в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 26-27 августа погоду в Беларуси будут определять малоподвижные фронтальные системы, перемещающиеся с юго-запада Европы. 26 августа в Бресте облачно с прояснениями. Кратковременные дожди возможны грозы. Ветер северный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах – порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 15-17. Максимальная днем – 21 градус. 27 августа в Бресте будет наблюдаться облачное с прояснениями погода. Ночью – кратковременные дожди. Днем – переменная облачность. Ветер северо-западный. Северный – умеренный. Ночью – до 13 градусов тепла. Днем – воздух прогреется до плюс 20. Ветер северо-западный.